Здравствуйте, друзья и подруги! С вами вновь команда Клауди, это Михаил, а это, наверное, Среди. И сегодня у нас не совсем обычное видео, но почему, спросите вы, почему спросит кот, почему спросит Михаил? И сам же ответить на этот вопрос. Мы будем пробовать просроченные жидкости и посмотрим, что из этого у нас выйдет. У нас такая интересная солянка от того, что накопилась у нас больше годной жидкости уже и открытым даже. Такая идея посетила нас, потому что нам писал один наш зритель, спрашивал, а вот, ребята, что происходит, как бы, если попасть в просроченную жидкость, да? Мы надеемся, что мы как бы не умрем и плохо нам не станет. А если умрём, то мы завещаем наше тело Джорджу Батарейкину. Итого, на нашем сегодняшнем необычном видео представлены следующие виды жидкости. Глэс Глэзет, Айсберг от Клауд Пэрда, жидкость от Глав Пара, Глав Пар Сочный Персик, Эс Макс Шиздай, Райв Веперс Кейм Лайм Куки Этмос, Чайфлэс, Бэддри Бэт Блэд, Райв Веперс Ви Сити, GQ Эмпайр, Страубери от Скилз, Панда? Панда. Панда. Органик Свитца, Трипл Сек, и, конечно же, Банька. Ну, Банька, собственно, единственная женщина, которая меньше года, но я думаю, что как по сорок годности... С чем ты хотел начать? Ой, да я бы ни с чего не хотел бы начинать, если честно. Ну, вообще, о сороке годности, конечно, понятие очень сильно расплычат, и каждый производитель назначает эту цифру, скорее всего, долгую. Но, однако, от себя мы точно можем сказать, что на сорок годности жидкости, в первую очередь, зависит от ее ингредиентуры. То бишь, например, те жидкости, которые содержат абсолютно натуральные вытечки, абсолютно или еще что-то, живут, ну, не более года, это точно. Скорее-менее года. Жидкости с кондитерскими ароматизаторами, с усилителями вкуса, с выравнивателями живут где-то в среднем год. Может больше, может меньше, но в среднем, скорее меньше. Жидкости, которые сделаны на каких-то обычных ароматизаторах, живут намного дольше, могут и 2-3 года прожить. Как определить? Как правило, если жидкость абсолютно, абсолютно прозрачная, жизнь будет дольше. Чем темнее жидкость, чем гуще жидкости, чем зеленее и синее, жизнь будет меньше. Правильно сказал? Ну, вообще, правильно, про 3 года я не знаю, какой балды ты уже взял. Нет, 3 года, это, по-моему, у нас одна жидкость. Ну, если она с никотином, она там, блядь, 3 года жить не будет. Да, потому что никотин в среднем живёт только год. Вот я просто тебе покажу, сама скиллс, этот крем, это уже дело. Как вы можете заметить, надеюсь, стала она темнее, значительно, нежели чем была изначально. Но я видел более тёмные экземпляры у первой партии. Ну, и вода сахарова. Он, видимо, не сказал. Чувствуешь именно что-то скиллсовое? Да. Что-то чувствуется, во-первых. Несмотря на то, что скиллс трамбу его можно разбавить, кто-то подорожишь, 10 раз и всё равно будет что-то чувствовать, если свежее, да? Ну, да, тут уже как раз сбалансированный получился скиллс. Но у любой такой жидкости, я замечал, который долго открыто даже возвращался, обретается какой-то странный пыльный вкус. Вот пыльный, вот такое ощущение, что это вот сахар какой-то, какой-то, какой-то сахар, вот как тебе сказать, как... Не знаю даже, вот как... Сахар смешанный с землёй, что-то такое, но без вкуса пыля. Всё, что было вкусное, сладкое, приятное, в этом вкусе оно куда-то уходит, повредается какой-то пыльный, какой-то, боже, сопливый даже немножко привкус. Вот, блядь, он прям... И настолько долго, как бы, ни одной жидкости у меня не доходило до такого состояния, что так долго лежало. Не, ну, я вкуса типичного скиллса не чувствую. Не, а он что? Чувствую вот воду с сахаром, на самом деле, просто салаткую воду. Причём, да, такую неприятную. Я немножко, блядь, даже переходил к блевоте, честно говоря. Ну, а что следующее будет в этом круговороте? Ну, чё, смотри, у нас... Чё есть у Михаила в заначках? Белый атмос. Мало кто его, наверное, успел застать из текущего поколения вейперов, но, однако, олдфаги помнив. Скажи, сколько раньше атмос ребят стоил? Скажи, пусть удивишь. 600 рублей. И позиционировался от американской пермиальной жидкости. Да, кстати, я не говорю, что он в России производился тот американский премиум, бюджетный. Кстати, да, тут ни одного слова по-русски нету. Вот у атмоса вкус сохранился больше, чем у скиллса, кстати. Заметь, он тоже такой же пыльный какой-то. Вот это, вероятнее всего, дают какие-то кондитерские ароматизаторы, либо какие-либо присадочки, мне кажется. Я думаю, что это вообще просто именно вот когда спрашивают, а что происходит с жидкостями, они становятся... Они пылятся. А у вас жидкость не запылилась? Вот здесь вкус чифлеса еще более-менее узнаваемый. Что-то он чувствуется. Ну, я бы, знаешь, сказал, опять же, не совсем чифлес, старый такой, да, который был. Он был очень яркий, банановый вкус его, который у него шел. Я бы не сказал, что он стал более-менее парибельным после этого периода. Он сохраняет свои свойства, как по мне, как и лучше. Тут еще написано, кстати, Handcrafted with Lofted. Он мигает в том, что это еще не была на партии. Интересный такой исторический образец. Ну, следующим предлагаю попробовать Ray Vapis Came Line Cookies 2. Давай не так, давай вот дрип. Миш, как он тебя еще просрочился, как он достал? Вот я не знаю, он, наверное, его потерял, собственно. Потому что, зная Михаева, он капли не упустит. Именно это его любимая жидкость у нас на одном моменте, насколько я понимаю. Возможно, это самозамесно, на самом деле. Мы сейчас узнаем. Может быть, ошибемся. Нет, это очень сильно похоже на Bad Buat, кстати. Да. Но он уже все равно менее выражен. Тут не чувствуется этой пыльности, чувствуется выдохшись просто. Выдохшись. И знаешь, это все равно можно парить еще. Пыльного припусса нет. Я бы сказал, это может быть даже, возможно, допарить. Но уже не то, совершенно. Это даже похоже на какой-то больше клон, наверное. Попробуем мой любимый, который... Это прям жижи прошлого года, самая-самая любимая. Rye Bakers Game Line Cookie. Вкус здесь более выраженно чувствуется, чем в предыдущих кайджет. Но при этом, в отличие от Bad Buat, здесь пыльный привкус чувствуется. И какая-то вот текашина, которая, скорее всего, достигается именно не никотином. А вот никотина там уже, скорее всего, и нет. А вот именно чрезмерная настойка, ароматизатор, возможно, от стилокерозина. И хочется заметить, она темнее, наверное, всех остальных, даже серого темнее. А, кстати, прошел срок годности в октябре 2016 года. Уже почти полгода. И она, плюс, была открытая, но, в общем, почти непарибельна. Ну, давай следующую попробуем баньку. Это булаковские хендкрафт жижи в 10 миллилитрах. Вот, срок годности, скорее всего, составлял хорошо, если месяц. Она очень сильно отдавала дубовыми досками и лимонами, вот. И, кстати, очень многим даже нравилось. Ну, знаешь, что-то пропало. Это та жижа, которую, когда ты ее нюхаешь, хочешь ее купить. Ностальгия по бане возникает, но... Когда ты ее паришь, ты хочешь прекратить это сделать. Вот, блин, а вот это вообще ничего с ней не изменилось, ёб твою мать. Та же батя, ёб твою мать. Я сказала, даже лучше стала. Это абсолютно натуральная румя. Она должна была стукнуть и в дерьмо превратиться. А это то же самое, что и было. Нет, она, кстати, вообще прям такая приятная, лимонненькая. Нет уже этого дубового, чуть-чуть сильного удара. Блин, господи, она охрененная. Это, конечно, нонсенс. Это какие-то булаковские студенты, можно сказать, делали у себя на колени жижу, которая смогла выстоять и прожить дольше, чем какие-либо американские премы. Ну, чё, мы попробуем с тобой. Давай главпар от наших саратовских стариков. Ей больше уже двух лет, скорее всего. Да, это жидкость, в самом деле, даже дарённая. У меня была чью-егошка и пользовался их жижами, хочу сказать, их жижи. И смеяться, на мой взгляд, лучше, чем у Арманг были. Единственное, что сейчас я не знаю, что мы можем ищить. К счастью, это нулевка. Хотя бы надеюсь, что ты хажешь сильно не будет. Понятное дело, что, ну, не для дрипок данная жидкость. Вкус сохранила. Срок годности истёк ещё в июне 15-го года. Кстати, персик чувствуется, опять же, немножко такая пыльная. Вот этот врат, нахуй. Я вспомнил, а почему мне, кстати, её бесплатно давали, там заканчивался срок годности. Ё-ка-ны-бабай, вот это говно. Попробуй, блядь, попробуй просто. Она с баней смешалась. В данном случае, когда вот жидкость уже как 3-4 года существует, я так понимаю, вот там происходит полный капец с ней. Я не знаю, с чем это сравнить. Это хуже, чем это. Это, как вот, знаешь, когда рвота происходит, вот ощущение как будто рвота происходит вовнутрь. Как будто тот поел персиков и, короче, тебя выгнул с этим. И то вряд ли, если намеркнут персиками, они вряд ли будут ощущать такое, нет. А потом ты обратно. По поводу ощущений, вот мы уже попарили, наверное, где-то 5 банок. Что-то было с никотином, что-то нет, ну, в частности, это, да? Вот ты что чувствуешь, в принципе? Я жить не хочу. Поесть вот прям по симптомам, голова кружится, ещё что-то. Я не знаю, у меня как-то какое-то странное очень ощущение, жара во всём теле, но может потому что я ещё пьяненький. Ну, это пьяненький ты просто. Ну, а так в целом у меня какие-то очень неприятные ощущения, мне хочется, чтобы меня вырвало. Вот, как ни странно, у меня похожее ощущение, то есть, какая-то небольшая тошнота, и немного голова кружится, как будто никотин прикрывает сильнее. Ну, это не повод останавливать наш эксперимент, погнали дальше. Ну, и следующая наша жидкость, в которой мы попробуем, Михаил, это GQ Empire. Мне что-то с ним, кстати, больше всего сейчас про дрову. Это вот типо как Фриско Пауэлл, вот этот вкус Эмпайр, как грушовый Сиро. Но сейчас он прям... А что, повторить хочу? Да? Может, выпаришь меня тогда? Конечно, правда. Да. Вот это вот прям реально сохранило свой этот... свой... прям... Не знаю, но мне кажется, что оно прям совсем плохенькое. Не, прикольно, ребят. Тут, знаешь, почему-то вот отсутствует вкус вот этой землистости. Не знаю, мне кажется, что как раз вкус землистости и еще чего-то здесь вообще максимально всего неприятного. Ну, наоборот, с сироткой мощное чувство. Рецепторы, видать, уже начинают уже совсем нас обманывать. Совсем по-разному. Ну, я не знаю, куда-нибудь дальше снимем. Но GQ просто осталось. Уже можем прекратить. И давай что-нибудь последнее попробуем. И... Совсем плохо. Ну, что-то у меня вот подташнет. Табачку давайте. Панда. Это один из таких твоих тонких вкусов. Когда говоришь, что на вкусовой дрипке, это табачка со сливками. Но, он говорит, сливки прям, чтобы учуеть, там надо прям очень вкусовая дрипка. По тем временам очень вкусовая дрипка считалась N22. Тут вода просто. Она пустая. Ну, она и тогда, честно тебе скажу, очень была тонкой. То есть, спустя того, вот, какое-то время, жидкость совсем потеряла какой-либо вкус. Но лучше уж так, чем нежели пропитать этот пыльно-блеводный какой-то запах, вкус земли и еще чего-то. Лучше совсем, скажем так сказать, безвкусное. Ну, не знаю. Из всего этого, у меня GQ и банька, кстати, понравились. Остальное, конечно. Кстати, банька, я тоже скажу. Словно, вот, какой была, ну, такой себе. Такое, но и осталось. Не стало хуже. Кстати, ну, может быть, даже лучше. К сожалению, мы все не попробуем, наверное, потому что что-то уже плохенькое со всего этого дела. Пожалуй, действительно, какое-то воздействие есть у просроченной жижи. Во-первых, они, наверное, никотин посильнее бьет в голову. И где-то это отображается как ТХ-шность, где-то даже не отображается как ТХ-шность, но прям прикрывает это знатненько. По ощущениям немного подташнивает, и вот какая-то тяжесть в голове. Но это, опять же, может быть, слухоголимся, может быть, там вон отрезвый голос ведет. Но отрезвым вообще-то не хотели ничего делать. Ну, и не стали бы, да. И не стали бы, да. Ну, вообще, мы сейчас все еще прочистим желудок еще, Сидоров. А так, в принципе, что можем сказать? Да ничего хорошего, зато выйти не могу, в принципе. В лучшем случае вы получите совершенно другую недоробленную жижу, как это с барбулатом произошло. В лучшем случае это какой-то будет мерзотный, такой вонючий привкус непонятный. Не представляю, чтобы сказать рвота, слюни и блевота, я не знаю. Естественно, в здравом уме парить, там, на год, на полгода просрочить жижу уже нет никакого смысла. Все сильно портится и становится действительно непоребельным. Непоребельным не в том разрезе, как мы говорим, например, жидкость невкусная, действительно прям отвратительным. Но парочку жидкостей, как по мне, сохранило свой первозданный вид. Но, опять же, просрочка, она и есть просрочка. Что с продуктами? Подкрёшься плесенью этот пролежавший год на прилавках, то же самое происходит и с жидкостью. В принципе, здесь такого эффекта противного мы не ждали, но он появился. Жидкость становится почти не юзабельной. Ну, наверное, может быть, еще будет дисклеймер в конце. Мы скажем, как себя чувствует завтра, будем после всего этого делать. Ну, если, конечно, выживем, и Джордж Батарейки не получит наши тела. Всем спасибо за просмотр. Ага, блин, спасибо, нахуй. Ну, тут ебёмся с этой хуйней и мучаемся, блядь. Ну, пидарасы, блядь. Те, кто не посмотрел, те, кто посмотрел, молодцы, хорошие ребята. Пока.